В этом году исполняется 200 лет со времени основания пожарной охраны Симбирска. Сегодня сложно назвать дату ее образования, но двухвековую историю становления пожарной службы хранит музей, который так и называется – пожарная охрана Симбирска-Ульяновска. Он находится на территории музея-заповедника Родины Ленина. Первая пожарная команда 1818 года состояла из 88 служащих, четырех – унтер-офицеров и брандмейстера. В городе было определено три части, в каждой были созданы пожарные команды, построены здания пожарных депо с каланчой. На них велось круглосуточное дежурство. Но даже при наличии таких специализированных команд не удалось избежать страшного пожара 1864 года, который уничтожил практически весь город. Каким он был, показывает уникальная диорема музея. В музее рассказывают, как развивалась пожарная служба Симбирска. Сотрудники музея не забывают и про юных посетителей. Мы заметили, что у нас появилось очень много семейных посетителей, которые приходят в выходной день с маленькими детками. Это очень радует, что мы с юного возраста объясняем детям, что такое добро, что такое зло, как себя вести в той или иной ситуации, как обезопасить себя маленькому человечку. Для юной аудитории в музее была разработана мультимедийная игра «Один дома», где главный герой Артемка помогает маленьким посетителям пройти разные жизненные ситуации. Также в музее работает программа выходного дня. «Расскажем нашим юным гостям об огне, о той роли, которую он играет в жизни человека. Мы расскажем о профессии пожарного и даже попробуем сами себя немножечко в роли огнеборцев». Таким образом, в игровой форме дети запомнят, что огонь может быть добрым, а может быть и злым. Кроме того, они научатся понимать, что только от нашего поведения, отношения и культуры зависят условия, в которых мы живем. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульянской правды.